Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Позвольте выразить свое большое удовольствие от того, что вы здесь, потому что философская премия, единственная премия в России, которая называется «Вторая навигация», она и призвана для того, чтобы посмотреть, что происходит среди наших институций, среди нашего философского сообщества. Известно, какую роль сыграли в России идеи Платона, эту и философию всеединства, и серебряный век, и русский символизм. Собственно, почему мы так назвали премию? Не только потому, что Петербург – морской город, Россия – морская держава. «Вторая навигация» означает «умное плавание». В этом смысле «Вторая навигация» – это тот самый процесс, которым мы занимаемся в нашей жизни в преподавании, или в научных исследованиях, или в подготовке эссеев других произведений. «Навигатор» – это корм чьей души. В этом смысле мне представляется, что фигура философа для современной России является чрезвычайно значимой. «Навигация» – это умный мир и умение его организовывать и хранить. В разное время лауреатами премии «Второй навигации» становились выдающиеся представители отечественной философии и петербургской. Вы все их знаете. В этом году премия «Вторая навигация» происходит в двух номинациях. Первая номинация – «За лучшие исследования в области философии» в 2010-2011 годах. И вторая номинация – «За философскую инвестицию в культуру Санкт-Петербурга». В этом смысле, как видите, мы хотим понять не только то, что происходит в свете рефлексии, спекулятивной мысли, но также и то, как современный философ и его тексты, его произведения, его деяния входят в культурный мир, в том числе и в повседневную жизнь нашего города. Теперь позвольте объявить победителей премии «Вторая навигация» в 2011 году. Номинация номер один – «За лучшие философские исследования 2010-2011 годов» награждаются за книгу «К метафизике праздничности» авторы Пегров Константин Семенович, Смирнов Евгений Александрович и Юдин Николай Ленинович. Книга вышла в Москве «Юнити дата элит 2011 год». Я прошу профессора Пегрова Константин Семеновича выйти и получить награду. Друзья мои, сегодня у нас тоже праздник. Константин Семенович, добавляйте нашей праздничности философских оснований, мы вас сердечно поздравляем и желаем благополучия и новых книг. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин Семенович, скажите несколько слов, конечно. Формат мы не нарушим. Уважаемые коллеги, я с волнением и с полным смыслом выражения коллеги обращаюсь к вам. И мои соавторы, и я лично, конечно, выражаем благодарность прежде всего российскому и петербургскому философскому сообществу. Философское сообщество – это великое национальное достояние. И те люди, которые участвуют в культивировании этого сообщества, они делают совершенно незаменимое дело. И почему с французского на русский переводится больше книг, чем с русского на французский? Не потому, что наши философы менее талантливы, а потому, что французское философское сообщество, оно сильнее и с большими традициями, чем наше. И мы должны выстроить такое философское сообщество, которое, кстати говоря, является важной частью гражданского общества. Такое философское сообщество, в котором все наши философские дарования могли бы раскрыться. И наша книга посвящена идее праздничности. Именно идее праздничности. Дело в том, что о повседневности написана огромная философская литература, а о праздничности философской литературы практически нет. А праздник, тем не менее, вот что достойно не меньшего философского удивления, чем и повседневность. И наш мир чудесен в прямом смысле слова от слова «чудо». Наш мир чудесен благодаря тому, что в нем присутствует праздничное начало, которое мы можем артикулировать философски. И вы помните, как Мамардашвили говорил, что философия в конечном счете – это просто большой распространенный тост. Вот, спасибо еще раз. Спасибо. Вот, коллеги, это чудесное исследование к метафизике праздничности. В этой же номинации награждается профессор Уваров Михаил Семенович за книгу «Поэтика Петербурга». Она издана университетским издательством в 2011 году. Михаил Семенович, пожалуйста, прошу вас выйти получить награду. Хочу сказать, уважаемые коллеги, что это не филологическая работа и не поэтологическая. Поэтика города – это описание тех чудесных пространств, метафизики нашего города, которые мы хотим сохранить. Михаил Семенович, скажите. Петербург – такая тема, по которой невозможно писать, все уже написано. Я посвятил эту книгу памяти Моисея Самовича Кагана и писал ее с большой любовью ко всем нашим учителям и к ныне здравствующим, работающим вместе с нами коллегам. Об этом в книжке есть. Я благодарю жюри, благодарю всех коллег за высокую оценку моего небольшого труда. Спасибо. В этой же номинации за книгу Фридрих Якоби «Вера, чувство, разум» она вышла в Москве издательства «Прогресс. Традиция» в прошлом году. Награждается Чернов Сергей Александрович и Шевченко Ирина Васильевна. Уважаемые коллеги, Сергей Александрович, прошу вас сюда подойти. Мы все знаем, что без истории философии, без проработки философских оснований, диалога, взаимоотношения, философия – это история философии. Очень рады выходу в свет вашей книги. Уважаемые коллеги, я рассчитывал, что на эту трибуну поднимется мой соавтор Ирина Васильевна. Вероятно, ее задержали на входе. Мне кажется странно, наши философы сейчас не представляют, кажется, большой опасности для общества. Поэтому я не готовил речь. Прошу прощения, если скажу несколько бессвязно. Ну, естественно, хочу от нас обоих выразить благодарность комиссии и всему философскому сообществу. Для нас это большая честь. Особенно получить признание от такого сообщества, в котором каждый чувствует себя центром Вселенной, а может быть и самой этой Вселенной в целом. И, возможно, тот, кто уже держал в руках нашу книгу, обратил внимание на то, что в ней нет благодарности. Мне не очень нравится, честно говоря, этот обычай. Может быть, я не прав. Мне кажется, он скорее является все-таки не столько порождением благодарности, сколько тщеславия тех, кто хочет видеть свое имя, если он как-то помогал и так далее. Может быть, я не прав. Но сейчас, как мне кажется, самое подходящее время. Я хотел бы буквально два слова сказать о том, что я чувствую глубочайшую признательность человеку, без помощи которого эта книга не могла бы появиться. Если бы появилась, она была бы совсем другой. Он малоизвестен, это довольно крупный литовский бизнесмен и философ Ладос Беляускас, который погиб молодым, еще совсем человеком. Он был не только крупным бизнесменом, но он и внимательно читал критику чистого разума, написал диссертацию по критике чистого разума. Если бы наши все бизнесмены читали критику чистого разума, может быть, мы жили бы совсем в другой стране. Когда проходил всемирный кантовский конгресс международный в Бразилии, в частности, он организовал мотопробег Литва-Бразилия. И в Латинской Америке по всем пути следования пропагандировал кантовскую философию, кантовский конгресс. И он подарил мне, в частности, благодаря ему я смог работать несколько лет в Берлинской библиотеке. И поскольку у нас почти ничего нет о Якове, поэтому это оказало гигантскую, колоссальную помощь нам в нашей работе. И от этого автопробега, я на этом заканчиваю, он подарил мне такую маечку, футболочку, на которой был написан кант-конгресс, земной шар, траектория этого мотопробега. А сзади на спине было написано крупными готическими буквами «Вас, Дарф и Хофен». На что я могу, на что я смею надеяться? Вот когда мы выпускали эту книгу, то мы смели, посмели надеяться на то, что благодаря ей, может быть, представление о немецкой классике философской станет немножко другим, более объемным. И мы хотели восстановить историческую справедливость по отношению к этому замечательному мыслителю. Спасибо. В номинации номер 2 за философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга награждается Липский Борис Иванович, профессор Петербургского университета, за творческое развитие философской культуры и философии образования в Санкт-Петербурге. Борис Иванович многие годы ведет семинар по философии образования в Доме ученых при Академии наук. Сегодня об образовании говорят как о наборе компетентностных подходов и прочих информационных изысках, но образование – это формирование образа в мире. Именно философия и формирует этот образ. Борис Иванович, если можно, несколько слов о том, как этот образ нужно формировать. О том, что философия занимает весьма важное место в системе культуры, свидетельствует хотя бы тот факт, что вот уже более двух с половиной тысячелетий она в культуре присутствует. И, в общем-то, оказывает весьма существенное влияние на формирование этой культуры. И я хочу выразить благодарность оргкомитету этой премии за то, что моя работа тоже получила высокую оценку. И я как бы считаю себя приобщенным вот к этой вот роли, могу считать себя приобщенным к этой роли, которую философия играет в формировании культуры. Спасибо. Спасибо. В этой же номинации награждаются Ермичев Александр Александрович за творческое введение в культурный контекст современности, произведение классиков отечественной философской мысли и организацию философских семинаров в Санкт-Петербурге. Прежде всего, почти 70 семинаров, которые прошли на базе Российской гуманитарно-христианской академии, к сожалению, мы не можем вручить лично Александру Александровичу. Александровичу нет его в зале. Не можем вручить ему премию. Именно в силу тех обстоятельств, о которых сказал сейчас профессор Чернов, философ оказался опасным, и его среди нас нет сегодня. И в этой же номинации награждается Устюгова Елена Николаевна, сделавшая чрезвычайно много для развития связи философской эстетики и искусства в Петербурге. Она провела целую серию мероприятий. Благодаря ей был приглашен на философский факультет режиссер Александр Сокуров. Многие-многие вещи Елена Николаевна сделала. К сожалению, она тоже не могла сегодня присутствовать. Важаемые коллеги, я думаю, будет правильно, если мы все благодарим их за то, что они сделали. Позвольте мне на этом закончить мое выступление. Вам пожелать счастливой умной навигации и благополучия в жизни. Всего хорошего.